всем привет продолжаем ознакомиться с именком и сегодня скорее всего это будет последнее видео последнее потому что я думаю этой базы это даже я бы сказал бы база баз или основы основ я думаю их будет достаточно для того чтобы уже в целом более-менее понимать что такое семейк ну и тем более еще под рукой всегда иметь на гитхабе у меня на гитхабе эти примеры все лежат поэтому думаю это основа основ вам поможет но существует конечно же книги большие книги то есть то есть то есть семейк и умение с помощью семейка создавать там описывать правила сборки то есть это умение такое не такое уж и простое потому что много всяких возможностей у семейка и их все вот так вот наверное не охватить поэтому для этого умные люди понаписывали книги может быть когда-нибудь я приобрету какую-то из книг хорошую и чего-нибудь продолжим ну а сегодня сегодня вкратце познакомимся что такое модули ну точнее как искать пакеты пакеты или библиотеки или чего-нибудь еще как это делать мы сегодня посмотрим ну и в принципе все а ну и на сообщение потому что при генерации можно еще выводить сообщение различного характера информационные либо сообщение об ошибках либо какие-то фатальные ошибки после которых генерация вообще прекращается и так у меня еще здесь есть открыто открыто две вкладки ну давайте по первым сначала по модулям то есть можно искать какие-то пакеты либо какие-то библиотеки ну вот к примеру смотрите я вот ищу find package by овну типа своим собственным скриптом я ищу open ssl на самом деле стандартные скрипты по поиску установлена ли open ssl установлена ли open ssl для разработчиков ну это подразумевает что должны быть библиотеки h файлы либо установлена ли библиотека просто open цель но в качестве там динамической библиотеки а не статическая но для этого есть собственные ген но усимейка собственные скрипты ну к примеру вот по этой ссылочке но это все будет вот здесь то есть вот одна будет ссылочка а вот 2 ну давайте 1 откроем в первое мы здесь можем увидеть какие модули уже встроенные но не встроены для каких модулей уже усимейка есть готовые скрипты которые ищут эти собственно говоря модули то есть мы можем увидеть ищет mmp2 mpeg там open a l open ssl open gl давайте откроем open gl так мы можем запустить поиск open gl и по наличию или отсутствие вот этих вот уже дефайна можем определить найден ли open open g к примеру вот если он найден то система имеет open gl и все компоненты были найдены также глю установлена или нет там я джейл джейл x и так далее сейчас это просто посмотрим на примере опыт но по нас цель тоже есть но я как бы типа свой написал ну вру не свой написал я там внутри вызываю стандартный поиск open ssl ну короче сейчас вы увидите но здесь список всего того что уже есть если здесь нету каких-то библиотек которые вам нужны то нужно будет писать о по поиск куда то нужно будет писать свои собственные скрипты короче еще open ssl здесь как вы видите подчеркивание почему подчеркивание потому что вот если я просто open ssl напишу то будет использоваться стандартный скрипт стандартный где-то давайте найдем контроль f open ssl вот он то есть если брать find мы получим open ssl то есть файл нет find не надо писать надо писать там луа 50 луа 51 там open mp в find package а он будет искать соответствующий скрипт с таким вот именем у себя там директория давайте откроем 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 вот у меня есть папочка simaic но обычно в разных проектах можно встретить open source на проектах можно встретить такую папочку в этой папочке написаны дополнительные скрипты но тут у меня еще модулы с вот вот такие вот скрипты с расширением . simaic ну давайте откроем два два этих модуля два файлика и давайте откроем первый и что же мы здесь видим ее мое здесь мы идем видим поиск того же open ssl но здесь уже без подчеркивания смотрите я ищу find packages package find package и указываю подчеркивание open ssl simaic ищет вот такой вот пакет с таким именем каким именем find вот смотрите сюда за мышкой find вот подчеркивание open ssl . simaic он ищет где он его ищет но он его ищет вот вот здесь вот я указываю set и указываем модули ну пути к модулям либо там каким-то нужным скриптом вот и указываю где валяется наш simaic проект дальше вот такой путь simaic модуль лес и вот там он будет искать файлик но с именем find а дальше подчеркивание open ssl ну давайте посмотрим смотрите сделаем вот так вот open ssl 1 так так всем билд и и и симаке опа 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 чё он написал он не нашел вот такого файлика open ssl 1 конфиг . simaic либо open ssl с маленькой все буквы тире config . simaic он этого не нашел но это он стандартных он стандартные пакеты стандартная поиск стандартных блин поиск библиотек или пакетов на по стандартным скриптам но стандартные скрипты вот имеют такие имена имя модуля дальше config дальше . simaic либо имя модуля тире config simaic вот но у нас без конфига у нас без конфига поэтому в любом случае он его не нашел а теперь давайте я уберу эту единичку теперь он это все должен найти он нашел вот эти всякие сообщения это результат работы вот этих вот функций мы сейчас к ним подойдем теперь смотрите он их на шоу вот open ssl include directory found найдено все библиотеки найдены все необходимые библиотеки для использования open ssl найдены даже напечатал нас напечаталась версия но не найдено было mfc found вот не найдено это я так для прикола решил поискать еще mfc так давайте файл то есть это вы можете собственные скрипты писать если у вас не получается что-то там написать вы всегда можете найти стандартные скрипты там где установлен simaic там где-то должны лежать стандартные скрипты в которых всегда можно подсмотреть как же как же он это ищет теперь давайте откроем к примеру find open ssl смотрите я вызываю стандартный скрипт в котором содержатся все необходимые вещи по поиску open ssl библиотеки вот я открыл документацию я смотрю если ну вот open ssl found говорит что в системе установлена open ssl библиотека дальше а если но эта библиотека это может быть к примеру динамическая библиотека но если мы разработчик и мы хотим использовать непосредственно статические библиотеки нам что нужно нам нужно проверить а если заголовочные файлы и если там все open ssl библиотеки соответственно вот с помощью вот таких вот то есть когда мы вызываем fan find package то вот эти вот переменные они должны быть либо в true либо false соответственно смотрите ищу пакет здесь я специально втулил not found потому что можно если есть это переменная то мы можем написать да было найдено как это сделать в отрицании но в языке там си или си плюс плюс мы знаем знак восклицательный ставится здесь же мы пишем если not если не было найдено то я пишу что найдено не было иначе пишу библиотека была найдена и откуда я взял вот это а вот это я взял вот отсюда с той же документации в которой написано что вот это переменная будет хранить майор минор ревизион патч и и так далее версии но я ее и выложу есть но соответственно проверяя по всем остальным хотя необходимости прям все проверять нету все зависит от вашего проекта дальше смотрите это первое дальше у меня могут быть какие-то еще действия я делаю инклуд как вы видите не инклуд директоре не от этой директоре а просто инклуд что это означает я включаю еще модуль какой модуль модуль который лежит по пути вот семейк моду лес вот он я вот здесь указал этот путь семейк модуль с и вот там я просто включая какой-то модуль он может называться как то то есть ну я не знаю там предварительные какие-то настройки или поиск просто общее да там общее название fire find packages или find libraries в котором вы просто вот так вот по очереди можете искать все нужные вам библиотеки так вот давайте откроем этот тест тест семейк почем не тут два open ssl а не знаю это и что-то втыканул одного не надо а это типа демонстрация что этот модуль тоже работает так сейчас а да вот тест open ssl 2 ну ну короче вот так смотрите здесь можно искать все нужные вашему проекту библиотеки и теперь смотрите я еще тут mfc но это microsoft foundation core по моему что-то такое но это под windows создавать там библиотека для создания кошечек очень такая себе неоднозначная сейчас не об этом да и вот я ее ищу конечно же ее здесь под линуксом не будет соответственно я пишу not found теперь смотрите смотрите чем фишка еще я я я я я так все библиотеки были найдены странно не все были найдены ну короче смотрите к примеру вас есть модуль в котором есть поиск всех библиотек и если какая-то библиотека не будет найдена то то прекратить генерацию дело в том что вот это вот required говорит о том что вот эта библиотека нужно если она если ее нету то по идее генерация должна прекращаться у меня она не прекращается не знаю почему я не рыв возможно где-то это объясняется кривизной рук но моих что-то я не так написал не знаю но здесь вот так вот посмотрим как можно использовать костыль то есть это называется костылем что это такое я устанавливаю какую-то переменную данном случае строковую переменную с таким вот содержанием ok ну типа все но результат поиска всех библиотек удовлетворительен и смотрите я вызываю включаю какой-то свой тестовый модуль в котором мы можем что-то искать там все ищется там идет поиск по всем библиотекам и в конце я сравниваю эту перемену если ok значит все библиотеки были найдены иначе я пишу fatal error и говорю что но 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 я не могу дальше работать потому что не были найдены библиотеки где смотрите как используется этот костыль но на самом деле я не рекомендую конечно же так делать я просто показываю что можно установить переменную и она доступна будет во всех модулях вот таких вот смотрите я устанавливаю если mfc не было найдено not found я просто устанавливает переменную в not found то есть это одновременно служит как бы мне ну вот я здесь проверяю на ok и кроме всего прочего я могу сделать вот так давайте давайте попробуем ее и вывести то есть и сразу же служит для сохранения результата так теперь давайте попробуем еще раз семейк чё а ну да так семейк что мы видим not all libraries вас фауни все библиотеки были найдены ошибка фатальная на в двадцать четвертой строке вот она двадцать четвертая строка чё то я не то вывел давайте вот так вот сделаем по моему да вот так вот и вот так вот all found result еще раз запускаем как мы видим not found вот not found начнут фонд и fatal error когда мы выводим сообщение с вот такой пометкой fatal error это значит что генерация прекращается вот но это костыль конечно же это костыль и и для него должны работать вот такие вот вещи required это она говорит что для проекта эта библиотека нужно если ее нету то до свидания ну как вы видите ничего до свидания меня почему-то не происходит но я никого упал я это быстренько написал и все теперь что касается сообщений вот есть ссылка на документацию давайте ее откроем чем мы тут видим есть разные типы сообщений но не ну это без указания типа сообщения дальше статус ворн ворнинг что я такое говорю варнинг аут хор варнинг сен герор фатал герор и деприкатион но деприкатион это типа если какие-то вещи это устарели к примеру вы еще проверяйте на наличие старых библиотек или еще чего-нибудь и вы можете написать шума ну деприкатион устарела там все такое обрати внимание там или еще чего-нибудь короче короче вот здесь написано что если fatal error то останавливается сам процесс и генерации то есть все останавливается если это просто ворнинг то генерация продолжается дальше но но идет информирование программист о том что что-то не так это как бы можно сказать то же самое идет ну идет дальше генерация sender error это что что мы здесь видим но процесс что-то продолжается да но пропускается генерация какая генерации пить его знает короче результат вы вы видите давайте еще раз поищем они все библиотеки найдены убираем костыль как видите чтобы убрать костыль нужно вот ну короче это реально костыль никогда так не делайте теперь смотрите вот я в конце вывел все сообщения денут вот она статус ворнинг а у аут короче статус ворнинг а автор ворнинг сэнд эрор не при кейшен и фаталы рот и вот они все эти сообщения вот из ворнинг ворнинг дел как вы видите это типа я так понимаю информирует либо кто создавал или чуть не знаю это предупреждение для разработчиков проекта вот да здесь написано используйте ху а там еще можно указать на кто кто а не но у дел мне что-то вижу одно а в глазах видится ху да там кто короче дальше error как мы видим было бы конечно хорошо если бы семейк научился это еще подсвечивать разными цветами может быть это и можно не знаю но я пока такого не видел так это сообщение об ошибке и везде как вы видите выводится номер строчки это депликейшен и вот непосредственно fatal error fatal error давайте попробуем fatal error убрать что изменится ну потому что как мы видим конфигурация не завершена то есть возникли какие-то ошибки здесь тоже какие-то ошибки давайте еще уберем error вот так вот как вы видите если нету error то генерация прошла якобы успешно и можно можно вызывать мэйк мэйк вызван но если же у нас будет хоть какой-то error давайте семейк и мэйк мэйк к нету потому что как я уже говорил нету ноженек нету и печенек вот но думаю все наверное видео уже затянулось ого почти 20 минут поэтому поэтому вроде бы все что я хотел сказать я сказал ну как обычно что-то я всегда забыл нужно готовить бумажечку на бумажечке писать сценарий чё надо говорить потому что потом вспоминаешь я не сказал то другое третье ну да ладно на этом как бы по семейку все возможно когда-то прикуплю книжечку возможно у плана очень много но нету времени вообще может быть когда-то мы вырастим и нас будет очень много это конечно же зависит от вас от ваших подписок от ваших там поделиться и все такое то думаю конечно же может быть будет курс по более а это так не курс это основа основ поэтому всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки и комментируем ну если у вас есть опыт работы с мэйком к примеру и вы можете написать что мол вот так вот никто не пишет это признак там слабоумие или еще чего-нибудь то лучше так не писать а написать дельный совет что вот лучше использовать вот это ну по каким-то моментам и это будет полезно всем кто потом прочитает это сообщение ну все уже все сказал поэтому всем пока